Биопсия сигнальных лимфоузлов Это процедура внесена во все возможные рекомендации от зарубежных до отечественных и тем не менее во многих регионах нашей страны, во многих клиниках до сих пор продолжают выполнять ненужные порой калечащие операции. Где-то нет оборудования, где-то нет желания, где-то нет и того и другого. Но это не нам судить. Именно поэтому, понимая, что такая проблема существует, мы сегодня собрались и в очередной раз обсудим эту тему. Обсудим возможные варианты выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов у нас в стране и поделимся своим опытом. Если окунуться немного в историю, совсем чуть-чуть, то почти в течение 100 лет плановая акселярная лимфодисекция была единственным методом установки статуса подмышечных лимфатических узлов. Ключевые события в истории этой процедуры, начиная от теории Фишера до теории Сэмюла Хеллмана, который рассматривал в целом заболевание как локальное и системное одновременно. Далее в 1992 году Реймон Кабанес открытие сигнального дозорного сторожевого лимфатического узла. Дональд Морделл в том же году опубликовал свои первые результаты по интероперационной биопсии сигнальных лимфатических узлов. Далее Дэвид Крейг с авторами, один из отцов-основателей данной методики, опубликовал метод использования радиоактивного изотопа при раке молочной железы. И в 1994 году Джулиану с авторами впервые опубликовал результаты по биопсии сигнальных лимфатических узлов методом метиленовой синги. Ну и самое известное исследование процедуры – это исследование НСБП-32. В долгое время акселярная лимфодисекция была золотым стандартом определения, вернее, стадирования региональных лимфатических узлов. Позволю вам напомнить те самые безобидные осложнения, которые влечут за собой акселярная лимфодисекция. Это и развитие паутинного синдрома, и отёк верхней конечности лимфидема и прочие осложнения, которые после этой процедуры. В далеком 2005 году Ассоциация Американское общество клинической онкологии АСКО внесла в рекомендации данную методику как таковую. И уже с 2005 года повсеместно эта процедура – рекомендация. Чему мы научились за фактически 25 лет проведения биопсии сигнальных лимфатических узлов? Ну, наверное, самое главное и основное – это то, что биопсия сигнальных лимфатических узлов – это безопасно. Риск локального рецидива после биопсии сигнальных лимфатических узлов равен 0,3%. Какие методики биопсии сигнальных лимфатических узлов сегодня существуют в целом? Их некоторое количество. Есть основные методики, которые используются повсеместно, рутинные, так сказать. Есть какие-то эксклюзивные. Я выделил основные методики, которые сегодня пользуются популярностью во всём мире. А далее расскажу про методики, которые работают у нас в стране. Так вот, один из видов методики биопсии сигнальных лимфатических узлов – это использование самого простого синего красителя, далее радиоизотопная методика, использование ICG-навигации при биопсии сигнальных лимфатических узлов, использование наномагнетных частиц, ну и комбинированная методика. Что из себя представляет методика биопсии сигнальных лимфатических узлов с использованием такого препарата, как лимфазурин? Наиболее простая методика, когда рядом с опухолью вводится 1% раствор синего изосульфата, и в дальнейшем мы, выполняя доступ в акселярную область, визуализируем лимфатический узел, который окрасился, и удаляем его. Так это выглядит на практике. Самая простая и в то же время самая распространенная методика, почему? Потому что тот же самый лимфазурин у нас в стране никак не зарегистрирован, это давняя история, все о ней знают, тем не менее я позволил себе вам напомнить про это. Хотя, казалось бы, данная процедура не требует никаких дополнительных, скажем так, техник, оборудований, навыков и так далее. В целом, самое простое, как всегда, в недоступных. Далее, самый распространенный метод биопсии сигналов лимфатических узлов, который используется у нас в стране, у рутина, в том числе и в Институте онкологии имени Петрова уже долгие годы, это метод с использованием радиоизотопа. Все вы про него уже знаете наверняка, принцип действия. Также знаете, для осуществления данной методики необходимо иметь в распоряжении лабораторию радионуклеидную. Пациенты должны проходить определенные обследования на догоспитальном этапе, на дооперационном этапе за день до операции пациентка должна быть еще раз дообследована. И далее, интероперационно, уже хирург с помощью специального гамма-детектора находит сигнальный лимфатический узел, который удаляется и отправляется на срочное гистологическое исследование. И данная методика требует слаженной работы двух специалистов, это радиотерапевта и непосредственно хирурга. Что такое методика ICG и как часто мы используем и для чего она вообще нужна, когда есть такие методики, как, например, радиоизотопный метод и так далее. Метод ICG распространен относительно, повторюсь, недавно у нас в стране, и методика заключается в том, что в ткани, в ткани молочной железы, по инструкции даже вену, скажем, вводят специальный раствор индоцианина зеленого, который разбавляют водой для инъекции в количестве двух кубов. И через определенное количество времени, минут 3-4, с помощью специального лазерного датчика мы, как вы видите на слайде, определяем свечение, путь, по которому этот препарат доходит до сторожевого лимфатического узла, выполняем доступ в подмышечную область и достаем его. Сама по себе методика ICG, вообще сам этот краситель, индоцианин зеленый, был впервые использован на практике, отнюдь не в клинической практике, а использовали эту методику небезызвестные нам, а не кодек, при явлении фотоснимков. Первые, скажем, клинические данные, которые позволили использовать этот препарат в биопсии сразу в их сигналах лимфатических узлов, были рекомендованы в 2009 год. Да и сама, если обратиться в ПАП МЕД и посмотреть количество публикаций по исследованию данного препарата, вы видите, какой развив, какая разница между впервые появился и до сегодняшних дней, какое количество публикаций мы можем всезареть. Впервые же сигналные лимфатические узлы были успешно определены японскими коллегами нашими, и у 17-18 пациентов эти данные были обнаружены, частота обнаружения составила 94%, эти данные были опубликованы в 2005 году и позволили нам в дальнейшем кодеку на вооружение. Я еще раз вам покажу, как это выглядит на практике. Здесь на слайде присутствует аппарат, с помощью которого мы находим эти лимфоузлы, это SPI-2000, и не обязательно, чтобы в клинической практике присутствовал именно этот аппарат, просто когда-то давным-давно, когда нам только привезли в клинику на апробацию данный аппарат, мы пользовались им, после этого нам привозили еще некоторые аппараты, тоже неплохие, и мы пользовались им ее. В целом методика везде одна и та же, вне зависимости от используемого аппарата, в подсцентке периодически наводится раствор и до цианина зеленого. Далее, через определенное время, мы производим разрез в фокселярной области, и, как вы видите, находим сигналный лимфатический узел, который светится. Отсечение это мы видим при помощи, с использованием данного аппарата. И удаляем этот сигналный лимфатический узел. Какие практические проблемы и преимущества у того или у другого метода? В целом, когда мы для использования радиоколоида, радиоизотопного метода, требуется, как я уже говорил, радиоизотопная лаборатория, требуется лицензия на работу. Но от опыта хирурга здесь в меньшей степени зависит, скажем так, успешность проводимой процедуры. Почему? Потому что, например, при радиоизотопной методике, когда мы выполняем доступ в подмышечную зону, мы никак не ограничены во времени. Мы, в принципе, можем искать этот сигналный лимфатический узел столько, сколько нам потребуется, пока, в конце концов, с помощью гамма-детектора мы его не определим. Что же касается использования зеленки, или, прошу прощения, ICG, то здесь очень сильно успешность процедуры зависит от опыта хирурга, потому что мы очень сильно ограничены во времени. Если не удалить вовремя и не обнаружить сигналный лимфатический узел, то этот краситель распространяется по всей клетчатке подмышечной, и потом определить отдельный лимфатический узел от другого становится крайне сложно. И, в принципе, по остальным данным, эти два метода абсолютно равноценны, равнозначны в целом. Мы в свое время использовали у себя в отделении двойную маркировку сигналных лимфатических узлов, и эти данные были опубликованы далее в журналах и в конференциях. Мы использовали маркировку и ICG-навигацию, и радиозотопную методику, и у нас получилось так, что при двойной маркировке, используя комбинированный метод, мы получали почти стопроцентную чувствительность, специфичность чистоопределения сигнальных лимфатических узлов. Позволю себе напомнить, что метастазы в лимфатических узлах, индикаторы выживаемости, но их удаление на выживаемость никак не влияет. Это еще в 1924 году Гейди Ратч, ему принадлежат эти слова. Что мы в итоге за последние 25 лет знаем про данную методику? Во-первых, биопсия сигнальных лимфоузлов давным-давно – это стандарт. Стандарт стадирования региональных лимфоузлов. Для выполнения биопсии сигнальных лимфоузлов необязательно иметь радиозотопную лабораторию. Нет необходимости в проведении срочного интероперационного исследования сигнальных лимфатических узлов. Это у первичных пациенток, у пациенток, у которых клинический изначально Н0, стадия Т1, Т2. При обнаружении метастазов в одном или двух сигнальных лимфоузлов нет необходимости выполнения акселярной лимфодисекции. Исутствует группа пациентов, для которых стандирование региональных лимфоузлов не изменит тазику лечения и прогноз. Вопрос, зачем тогда вообще выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов, либо акселярную лимфодисекцию? Зачем вообще выполнять потенциально калечащие хирургические вмешательства на акселярной области, если они не улучшают показатели выживаемости пациентов? Что мы имеем сегодня? Повторюсь, то, что данная процедура у первичных пациентов с клиническим Н0 является стандартом почти всех международных организаций. Биопсия сигнальных лимфоузлов у пациентов категории клинический Н0 до и после неодевантной химотерапии, также стандарт НСЦН и стандарт нашего учреждения, у нашей страны, скажем так. Биопсия сигнальных лимфоузлов у пациентов категории Н+, при приходе после неодевантной терапии Н0, стандарт НСЦН. Но тут надо понимать, и мы это пользуемся также у нас в отделении, в нашем институте, но надо понимать, что при удалении, при выполнении биопсии сигнальных лимфоузлов после неодевантной терапии из категории Н+, В0 мы должны удалять не менее трех лимфоузлов, тогда количество ложных отрицательных положительных результатов будет гораздо меньше. Что нам предстоит завтра? Можем только предполагать, Стас, вопрос, всем ли пациентам необходимо выполнять биопсию сигнальных лимфоузлов при клиническом Н0, всем ли пациентам необходимо выполнять акселярную лимфодисекцию при точном исследовании у пациентов, в которых выявляют метастазы сигнальных лимфоузлов после неодевантной химотерапии, и нужна ли лучевая терапия на зоны регионального лимфотока при Н0. В завершении хотелось бы сказать, что все эти моменты будут освещены. У нас в конце марта, если ничего не изменится, в отделении, в целом в институте выйдет методичка по биопсии сигнальных лимфоузлов, в которой будут описаны все современные методики и все современные возможности для выполнения этой процедуры. Спасибо за внимание. Продолжение следует...